Получая одну пощечину за другой от каких-то, я не говорю про Иран, от каких-то хуситов, друзья мои. Стыдно говорить мне об этом, что Великая Америка терпит вот такие вот унижения от каких-то босиков, какой-то толпы, вы знаете, которые получают все эти ракеты и дроны от того же Ирана. Америка терпит, когда можно было бы за два часа уничтожить их полностью, находясь на дистанции, дать возможность даже самому Израилю это сделать. А не то, что Америка сама не делает, даже запрещает Биби Натаньягу. И из-за того, что он сопротивляется, сегодня пошли атаки открытые со стороны того же Шумера, еще одного балбеса. Знаете, видите ли, лидера большинства в Сенате, который, знаете, растоптал американскую демократию, вмешиваясь в те принципы независимой демократической страны. Америка, лидера этой страны, Биби Натаньягу, который борется за безопасность своей страны, которая оказалась, знаете, в новое время продолжение того самого Холокоста, который Израиль имел в середине 40-х, 50-х годов. Вы понимаете, как? И сегодня, вы посмотрите, что происходит. Мы должны быть с вами рады, допустим, да, вот 61 миллиард подписали, наконец-то, через 6 месяцев, сколько мы потеряли из-за этого. Казалось бы, даже, но я не радуюсь. Не радуюсь почему? С одной стороны, я горд тем, что вот, наконец-то, после долгой проволочки, я был, к тебе, против этого, нет этому никаких оправданий, и, тем не менее, наконец-то, вот в апреле 20-го подписали, и Байден подписал, 61 миллиард, наконец-то. Но тут у меня смешанное чувство сегодня по этому отношению. Почему? С одной стороны, я горд тем, что впервые вот в этой помощи четко указана стратегия. Стратегия, которая разработана республиканцами Майком Джонсоном, который уже вошел в историю, она гласит, что Америка должна помогать Украине до полной ее победы. Чего не было до сих пор, друзья мои, до сих пор Байден говорил, мы будем помогать Украине настолько, насколько мы можем. Это преступно, друзья мои, преступно против украинского народа. Почему? Потому что под этим кроется оказание помощи Украине только для того, чтобы она защищалась, но не атаковала. В этом вся проблема. Поэтому я возвращаю вас к этому соглашению. Достоинство этого соглашения в том, что там не только указана четко новая стратегия. Кстати, я вам не могу не напомнить, она основана на плане победы Украины, разработанных тремя Майками. Майком Торнером, председатель комитета по разведке, Майк Маккол, комитет по внешним делам, и Майк Роджерс, комитет по вооружениям, которые обнародовали этот план победы еще 8 января. И вот это легло в основу вот этого стратегии новой. Понимаете как? Теперь я возвращаюсь к началу вашего вопроса. Что происходит с Трампом? Так вот, вот с этим Джонсон пришел к Трампу и говорит, вот это, Трамп, говори правду, говори вслух сегодня. Ты за или против? Трамп, слушайте, Трамп был за. Он ни слова, даже никакого изменения не внес в те предложения, которые Джонсон принес ему. Он просто добавил вот этот вопрос о кредите, так называемом. Причем, это, честно говоря, уловка такая, знаете как? Во-первых, это бессрочно, во-вторых, беспроцентно. Более того, она дает право президенту вообще отказаться от этого кредита в любое время, когда он этого захочет, честно говоря. Так что, таким образом, Трамп одобрил этот план. Я продолжаю логику. Это первое, почему Трамп, конечно же, не пойдет против двухпартийного единства. Почему двухпартийного? Потому что лидер меньшинства демократов в Нижней Палате Хаким Джеффрес руками и ногами поддержал этот план. И не случайно, ребята, под натиском того же Хакима Джеффреса против своих прогрессистов, подавляющее большинство демократов и половина республиканцев проголосовали «за». Теперь смотрите, что происходит внутри республиканской партии. Я немножко буду отходить в сторону, потому что это связано с этим. Потому что украинцы должны знать, ребята, все, что происходит у нас, вы должны знать правду. Вы понимаете, чтобы у украинского народа надежда только одна – Америка. Только Америка может решить сегодня все проблемы Украины. Только. Я много примеров могу привести, почему Европа продажная, лицемерная. Много примеров тому. Я сейчас буду говорить о том, что у нас происходит. Так вот, как только прошло голосование в Нижней и Верхней Палате, и Байден подписал, теперь смотрите, внутри республиканской партии начался разброд. Причем инициированный вот этой больной на голову Бейджер Кейлор Грин, которая уже обещает во вторник, в среду, на будущей неделе, вытащить на голосование. Значит, необходимость поддержки Джонсона в статусе спикера. То есть она хочет применить то самое положение, которое было применено против предыдущего спикера, Кевена Маккарти, которым они вот эти вот отмороженные воспользовались и его скинули с этой должности. Она теперь рассчитывает, что она делает то же самое с нашим действующим спикером. Но проблема-то в другом. Во-первых, уже Трамп отдернул ее. Он уже дал понять, чтобы она не помышляла даже этого делать, потому что это против престижа республиканской партии. Это раз. Во-вторых, Трамп говорит, что это настолько будет пагубно нашей партии, что это повлияет на результаты выборов и в нижнюю палату, и в верхнюю палату, и даже против самого Трампа. Это слова Трампа, ребята. Теперь смотрите дальше. Несмотря на это, она на публику говорит, ой, ей напомнили журналисты, Трамп же не одобряет тебя, не поддерживает, говорят ей. А она говорит, ну, я за Трампа всегда была, но сейчас мы должны навести порядок нашей республиканской партии. Если Джонсон останется, то он будет спикером одной партии демократической, а не нашей. Теперь смотрите. Несмотря на то, что большинство республиканцев против того, что она хочет предпринять, плюс к этому демократы уже заявили в лице того же лидера Хакима Джеффриса, лидера демократов нижней партии, который сказал, что мы в этот раз поддержим республиканца Джонсона. Мы не будем поступать так, как мы это сделали в прошлый раз, скинув Кевана Маккарти. В этот раз мы так не поступим. Это ее вдохновило, показывая пальцами на Джонсона, который, видите ли, поддерживается сегодня демократами. Значит, он не наш. Он не является нашим. Давайте его скинем. Но когда ей сказали, слушай, ты посмотри, большинство республиканцев против тебя. Забудь про демократов. А она знает, если ты проиграешь, она говорит, даже если я проиграю, зато избиратели будут знать, кто есть кто. Вы представляете вы? То есть, уходя в бездну, она хочет за тобой потащить и партию. Это как раз вторит логике Путина. И не случайно Майк Тернер, а потом и Мак Маккол, оба председателя двух названных выше мной комитетов, сказали, что она под влиянием путинской пропаганды. И не только она. Там есть несколько. Там еще есть такой Месси из Кентукки, который вместе с ней сейчас. Так вот, они говорят, она под влиянием пропаганды путинской. Более того, есть уже достоверные источники. Началось расследование ее финансовой деятельности в избирательной кампании. Даже если не найдутся следы, что она получает деньги от путинского окружения, даже если предположить, что она не имеет финансовых связей, все равно ей это не делает чести. Она полезный идиот, которого рано или поздно выкинут просто из Конгресса. Я вам приведу пример. Есть еще один идиот. Гейтс, тоже республиканец. Он из Флориды. Именно он инициировал кампанию против Кевина Маккарти. Он был главным. А потом к нему подключилась вот эта отмороженная Мейджер Грин. Так вот, слова республиканцев не на ветре. Они сегодня начали расследование против Гейтса. И уже есть следы. Он замешан в сексуальных связях с малолетками, плюс еще и принимает наркотики. Все, расследование идет. Считайте, что в ближайшее время он исчезнет из Конгресса. Нечто подобное будет и против нее тоже. Я в этом не сомневаюсь. И тем не менее, она продолжает, знаете, вот бурлить, наводить шорох, отвлекать внимание. Цель, чтобы она же незаметная была. Ее никто знать не знал до недавних пор. Сегодня ей хочется быть звездой. И действительно, много трубят о ней именно леволиберальные средства массовой информации. Правые, как правило, так и как Fox News, Elwater Journal, стараются почти не говорить о ней. А вот CNN, там, например, или New York Times, например, Washington Post, NBC, ABC, они почти каждый день о ней говорят. Ей это нравится. О ней говорят. И она еще не исключает, что к ней будут поступать деньги от каких-то там отмороженных, которые ненавидят республиканцев, и в том числе и Трампа, и так далее. Короче, вот такая ситуация у нас. Я продолжаю о Трампе. Вот эти два примера я вам привер, когда Трамп подчеркивал, что он будет поддерживать Украину в интервью Фараджу. Второе, он поддержал вот этот законопроект, а потом ставший законом, предложенный Майком Джонсоном. И третье, ребята, запомните, почему он так редко говорит сегодня о том, как он видит ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, и как бы он решил, будь он президентом. Я возвращаюсь к тому, что он сегодня имеет две группы избирателей. Одна из них ядерная, это ключевая, куда входят в основном евангелисты. У нас сегодня евангелистов набирается в 339 миллионам населения, 90 миллионов. Это евангелисты, это его ядерная база, знаете, nuclear, знаете, electorate у нас называют. Они поддерживают Трампа из 16-го года, по сей день. Поэтому он никогда против них не будет идти, он их следует. Более того, я говорил и повторю еще раз, они поддерживают Украину, и говоря о том, что украинцы – это настоящие христиане. Кстати, сегодня Пасха, я хочу поздравить украинский народ с Пасхой. К сожалению, третий пасхальный праздник с момента начала войны. Россия атакует сегодня, послав 24 дрона, вот по последним данным, на Харьков, Одессу и Киев. Причем, в честь и хвала ВСУ, 23 из 24 были сбиты, и тем не менее нанесен урон, есть жертвы, раненые есть, разрушения есть. Даже вот одним-единственным дроном, к примеру. Другими словами, вот вам христианство. Вот так Россия отмечает Пасху, называющую себя христианской страной. Так вот, честь и хвала евангелистам, которые говорят, что Путин – антихрист, он уничтожает христианство в Украине, он уничтожил несколько церквей, он бьет прямо-таки по ним. Более того, уничтожено и вывезено более двух тысяч религиозных реликвий из Украины, которые находятся в списке ЮНЕСКО. Они уничтожены и вывезены. Особенно акцентируется Мариупольский музей, потрясающий музей, которому не было цены. Вот это отмечается. И не случайно один из лидеров евангелистов, Грэм, был в Киеве. Несколько месяцев назад он встречался с президентом Зеленским, выразив полную поддержку. Так вот, я вам показываю, что Трамп никогда против них не пойдет. Запомните это. Это еще один фактор, говорящий о том, что Трамп не будет, знаете, ущемлять национальные интересы украинского народа. Это я вам говорю теперь об одной группе, ключевой группе избирателей Трампа. Но есть еще целевая. Это та самая группа, куда входит от 10 до 15 миллионов неопределившихся. Это тех самых, для которых бытовые сегодняшние проблемы важнее, чем Украина и Израиль. Для них Украина и Израиль на третьем, пятом, десятом месте. Именно они говорят Трампу, нет, нам нужно решение наших проблем сегодня. А потом уже Украина и Израиль. Вот он их терять не хочет. Почему это важно для него? Я вам приведу другой пример. Я вам говорил о том, что сегодня Трамп преобладает над Байденом от 3 до 5 процентов, а вот Ники Хелли преобладает над Байденом от 17 до 22 процентов по сей день. Почему? Причем вы можете задать вопрос, а как так получается? Очень просто. Ники Хелли проигрывает внутри родной нашей партии ему. Он набирает внутри республиканской партии 75 с лишним процентов, а нам чуть больше 20. Понимаете как? И поэтому для того, чтобы победить в национальном масштабе 5 ноября, я вам напомню, что ни один из президентов Америки за нашу всю историю, более 200-летнюю, не побеждал, ограничившись голосами своей родной партии. Ему нужна еще поддержка и голосов конкурирующих партий. Вот Ники Хелли в этом отношении удачливее намного, чем Трамп. Почему? Да потому что, видите, вот эти 17 и более процентов преимущества у Ники Хелли над Байденом, они созданы на почве поддержки Ники Хелли кем? Независимыми. Независимые ее поддерживают больше, чем Трампа. Плюс к этому женщины. Вот это вот неудачное, вот это вынесение в повестку дня вопросов об абортах, прерывание беременности, оно нанесло удар по республиканской партии. Почему? Да потому что республиканцы и по этому вопросу раскололись. Например, Трамп ратует за то, чтобы этот вопрос решался на уровне штатов. А вот многие, некоторые республиканцы, как в нижней палате, так и в верхней, говорят, нет, это должно быть на федеральном уровне. А у Ники Хелли, которая говорит, я же женщина, друзья мои, у меня дочь растет, окей, я за то, да, не должно быть неограниченного, знаете, такого, неограниченной вседозволенности в прерывании беременности. Должны быть рамки, должны быть границы. И в то же время мы должны женщинам дать право выбора, то есть дать пространство. Какая-то демократия же должна быть, друзья мои. То есть она за более мягкие подходы к принятию законов по борьбе против прерывания беременности, к примеру. За счет этого женские голоса хлынули к ней. Многие женщины не любят Трампа. А вот благодаря ей, вы обратите внимание, не только независимые, но и женщины прибавляются к ней. Вот это все вместе дает ей преимущество над Байденом от 17 до 20, даже 25 процентов. Поэтому я возвращаюсь к главному. Почему Трамп вот так вот прячет, не говорит постоянно, каким бы образом он решил вопросы войны в Украине. Боится он, он боится оттолкнуть вот эту ключевую группу избирателей, для которых Украина и Израиль не на первом месте. Если он сейчас будет говорить, что я долбанул по этому Кремлю раз и навсегда, никого не спрашивая. И если он скажет, что я дам Украине все, что ей нужно для победы, или если он уже просачивалась не раз, у него есть одна идея. Он пошлет Путину месседж, условия, что если он не выдворится за границей 1991 года в течение недельки, то он даст такое оружие Украине, после чего Кремля не останется совсем, не будет. Вот таким образом есть такая версия вот из окружения Трампа тоже. Но он не может это сегодня сказать. Ребята, еще раз говорю вам, он не хочет потерять ту группу избирателей, которые могут решить его судьбу 5 ноября. Опять-таки, доказательством тому, слишком маленькое его преимущество над Байденом, очень маленькое, от 3 до 5, это еще не победа. Редактор субтитров А.Семкин